Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Итак, Андрей, армянские спасатели уже в Сирии и в Турции. А до этого премьер Армении созвонился с лидерами Турции и Сирии. Армения правильно поступает, не так ли? Ну, я думаю, что в данной ситуации, безусловно, лидеры многих стран выражают готовность и оказывают практическую помощь в спасательных работах после столь катастрофических событий, как в Турции, так и в Сирии, конечно. Да. Но что парадоксально, в Турции такая трагедия, а параллельно турецкие военные стреляют по Сирии, а Азербайджан перекрывает газ в Арцахе. Где логика? Ну, я думаю, что логика примерно такая же, как и во многих других событиях, когда даже столь масштабные стихийные бедствия не служат основанием к тому, чтобы отодвинуть в сторону некоторые политические и военные амбиции. Ну, к сожалению, сплошь и рядом так происходит, не только в регионе Кавказа и Ближнего Востока, но и, так сказать, во многих других военных конфликтах. Турция, турецкая армия, они не скрывают своих намерений, значит, минимизировать влияние курдских отрядов на севере Сирийской Арабской Республики. Я так понимаю, что очередные обстрелы шли именно в их сторону. Хотя нужно отметить, что в последние месяцы, в том числе и российская сторона, предпринимает определенные усилия, чтобы усадить Анкару и Дамаск за стол переговоров. И все-таки найти некоторые точки взаимосоприкосновения между Турцией и Сирией. Ну, нужно полагать, что все-таки необходимость оказания трансграничной помощи в преодолении последствий стихийного бедствия и все-таки в конечном итоге придет к победе здравому смыслу, пусть и на определенный промежуток времени. Что касается Азербайджана и ситуации вокруг Нагорно-Карабахской Республики, о чем вы упомянули, то здесь, к сожалению, все по-прежнему и ситуация только усложняется. И, как и прежде, Баку, пользуясь своим преимущественным положением, пытается решить спорные вопросы в свою пользу. Я думаю, что политика давления, согласованная с некоторыми внешними силами, которые тесно взаимодействуют с азербайджанскими властями, к сожалению, будет продолжаться. Да. Более того, вчера Азербайджан нарушил режим прекращения огня в Нагором-Карабахе. Может это влияние землетрясения на военно-политическую атмосферу в зоне конфликта? Я думаю, что это прощупывание, так сказать, ответной реакции и армянской стороны, и, возможно, политико-дипломатической реакции. Заинтересованных сил, в том числе и России, и западных государств. Ну, очевидно, что подобного рода инциденты, они не первый раз уже, ведь уже мы наблюдаем. Весь прошлый год и 2021 год подобного рода инциденты, они, к сожалению, имели место быть. В Азербайджане особо не скрывают, что они и дальше намерены действовать с позиции силы и добиваться своих целей, в том числе подписания мирного договора с Ереваном на преимущественных условиях азербайджанской стороны и реализации тех или иных транспортных, коммуникационных, а в реальности геополитических проектов. Хорошо, мы к этому вопросу подробнее придем еще. Эрдуган не намерен, стало известно, что переносить президент, назначенный на 14 мая, на серьезные последствия землетрясения. Но все же, Андрей, такой поворот событий не может повлиять на политическую судьбу Эрдугана, нет? Я думаю, что так или иначе это, конечно же, серьезный вызов для него, потому что понятно, что политические последствия у столь масштабного стихийного бедствия не будут. И они уже частично наблюдаются в виде обвинений со стороны оппозиции, в виде некоторых видеороликов, которые распространяются в социальных сетях, которые, конечно, нужно еще дополнительно проверять, но которые свидетельствуют о низком качестве, мягко говоря, строительства в сейсмоопасной зоне. А мы понимаем, что вся Турция это сейсмоопасная зона, не только вот Кирикийский тавр, который тряхануло именно сейчас, мы помним и другие землетрясения, и Измирское землетрясение 99-го года, и гораздо более масштабные разрушительные процессы в прошлом, в частности, Эрзенджанское землетрясение 39-го года. Вся Турция это сейсмоопасная зона. И если строительство осуществлялось так, как оно осуществлялось, и как это запечатлено на многих видеороликах, когда дома просто складывались в результате автошоков, в результате уже последующих более мелких толщиков, то это, конечно, прямые вопросы возникают к строительному бизнесу, который во многом, как мы знаем, это ни для кого не секрет, об этом активно пишет турецкая пресса, и аппеллирован с Ардаваном и его ближайшим окружением. Понятно, что он, как опытный политик, будет пытаться выкрутиться из этой ситуации тоже. Я думаю, что здесь нужно смотреть на динамику числа жертв. Как не цинично это может показаться в интересах правящей партии и в интересах правящей власти, так или иначе заморозить это число жертв, чтобы оно не росло дальше, чтобы не прождать дополнительных вопросов в том случае, если выборы все-таки не будут переноситься. Хотя мне, например, странно. В Турции, насколько я понимаю, объявлено чрезвычайное положение на три месяца, как минимум. Как в этих условиях будет проходить избирательная кампания, которая в этой стране, как мы знаем, достаточно напряженный всегда характер принимает. И мы знаем, что позиции оппозиционной шестерки, шести оппозиционных партий, они сильны в крупных городах в частности. Как это будет происходить, сложно представить, но в любом случае полемика, скажем так, полемика будет жаркой и результаты этих выборов, они непредсказуемы. Так или иначе, я думаю, что это может оказать влияние и на непосредственных соседей Турции, на тех странах, с которыми у Турции так или иначе складывались веками отношения не очень гладко. Я имею в виду и ту же Сирию, и Грецию, с которой правительство Эрдогана постоянно пикировалось, как мы знаем, последние месяцы. Ну и, конечно же, события, которые, скажем так, мы будем наблюдать в предстоящий период на Южном Кавказе, они могут развиваться самым непредсказуемым образом. Андрей, вопрос о ДКБ снова стал актуальным в армияно-азербайджанском конфликте. Как ты думаешь, почему? Я думаю, что здесь имеют место некоторые недомолвки и недоговоренности, в том числе и с российской стороны, в том числе и с армянской стороны. Я думаю, что здесь нужна честность, нужен откровенный разговор. Нужно, на мой взгляд, например, и Москве, и Еревану все-таки перестать ходить вокруг да около и рассказать, почему не был принят, как мне кажется, достаточно благоприятный для армянской стороны проект соглашения о направлении наблюдательской миссии ОБСЕ на армяно-азербайджанскую границу. Вы понимаете, что я имею в виду? Я имею в виду заседание Совета ОДКБ в Ереване как раз 23 ноября, которое не увенчалось подписанием соответствующего документа. И в Москве и в Ереване хорошо знают, почему этого не случилось. Я думаю, что это суверенное решение власти Армении. Они приняли решение принять европейскую миссию сроком на два года. Вот. Насколько я слышал сегодня, господин Пашинян опять говорил о том, что необходимо четкое понимание, где проходят армяно-азербайджанские границы. И вот якобы европейцы такое понимание, в отличие от ОДКБ, дали. Хорошо. Давайте я вам прочту заявление премьер-министра Армении. Мы благодарны партнерам по ОДКБ, которые готовы направить миссию, но просим уточнить зону ответственности ОДКБ, то есть сообщить нам, что они думают, где территория Армении. Если миссия не знает, где территория Армении, как она может сказать, оккупирована ли территория Армении или нет. Объективная просьба от Армении? Нет? Ну, мне кажется, эта просьба несколько странная, потому что кому, как ни армянскому правительству, знать границы, границы собственной страны и какие ее части оккупированы, а какие нет. Он знает собственные границы. Вот ОДКБ не признает эти границы. Не знаю. Я с вами не согласен. Я вспоминаю выступление господина Пашиняна в ООН как раз в момент эскалации сентябрьского кризиса, где он, я опять-таки, так сказать, не точно, но я хочу напомнить смысл. Пусть Азербайджан придет и скажет, где, как он считает, проходит границы Армении. Было такое? Было. Вот. Я думаю, что это процесс, на самом деле, если мы отвлечемся от различного рода... Это вопрос, нет, это вопрос демаркации и делимитации. Это вопрос демаркации и делимитации, о чем, так сказать, неоднократно шла речь, в том числе и в форматах, значит, комиссии вице-премьеров российско-армянско-азербайджанской, которая сейчас не собирается, и в других форматах. Но если в Ереване считают, что европейская миссия наблюдателей сможет делимитировать, сможет заняться этим вопросом, как говорится, им и карты в руки. Вот. Я хочу сказать другое. Армянская сторона намеренно закрептировала вопрос о, значит, направлении миссии ОДКБ и предпочла европейскую миссию. Ради бога, значит, это... Андрей, знаете почему? Потому что Евросоюз перед отправкой миротворческой миссии уточнил зону ответственности в Армении. То есть Евросоюз признает, что была агрессия против Армении. Ну, пожалуйста, какие конкретные формулировки? Мне сложно представить, значит, как европейские наблюдатели, так сказать, уточнили, так сказать, эту миссию. Нет, потому что факт, что в данный момент азербайджанские войска в некоторых местах находятся на территории Армении. И что дальше? Дальше? Дальше что? Их нужно отодвинуть перед тем, как начинать миссию там. Ну, как мы посмотрим, как европейская миссия будет их отодвигать? Я не знаю. На мой взгляд, Европейский Союз достаточно тесно сотрудничает с Азербайджаном, в том числе в энергетической сфере. Вот. По другим направлениям посмотрим, как это будет осуществляться и как под, значит, скажем так, авторитетным мнением, значит, нескольких десятков, наверное, да, европейских наблюдателей, азербайджанские войска численностью там достаточно серьезные, занимаемые экспозиции. Понятно. Опять-таки, при неделимитированной границе это сложно представить. Вы же знаете, как выглядят эти края, и что еще в советское время административная граница там проходила достаточно условно и неоднократно менялась. Ну, все же, была граница. Была же граница. Посмотрим. Это была граница административная, да. Там были, так сказать, некоторые, скажем, камни, да, условные обозначения, но как межгосударственная граница это никогда не существовало. Вы это знаете лучше меня. МИД России сегодня заявил, Андрей, что идея об отправке миротворцев ООН в Нагорный Карабах едва ли реалистична. Задачи по восстановлению мира и безопасности в регионе эффективно решает российский контингент. О какой эффективности идет речь? Блокаде скоро стукнет второй месяц в Нагорном Карабахе. Ну, во-первых, блокады имеют частичный характер. Вот, давайте начнем с этого. Во-вторых, а какие... То есть вы сейчас свободно можете приехать в Степанакет? Вас пропустят? Насколько я знаю, гуманитарные грузы отправляются, в том числе и с координацией российских миротворцев. Да, этот процесс идет непросто, но мы должны понимать, что вся эта ситуация стала следствием известных событий, да, 2020 года и того, что происходило раньше. Вот, сейчас, да, ситуация серьезно усложнилась и мы прекрасно понимаем, что российские миротворцы, их положение достаточно, скажем так, непрочное. У них отсутствует мандат, у них, значит, отсутствуют, так сказать, многие иные возможности. Я думаю, что вы прекрасно понимаете, что если российские миротворцы предпримут попытку силового, скажем так, каких-то силовых действий, то ответ со стороны тех десятков тысяч азербайджанских войск, которые расположены по периметру этой зоны, он последует незамедлительно. И через некоторое время, короткое достаточно, российских миротворцев там не будет. Кому от этого будет лучше? Будет ли от этого лучше армянам Нагорного Карабаха? Будет ли от этого лучше Республики Армения? Будет ли от этого лучше, так сказать, Россия, которая получит, так сказать, дополнительные репутационные... Да, в таком случае нужно смириться с блокадой тогда. Мне кажется, что нужно продолжать, так или иначе, переговоры, уговоры, если хотите, в том числе формальные, в том числе неформальные, в том числе с учетом того, что трансграничный бизнес достаточно серьезно пытается закрепиться на этих землях. Вы знаете формальные требования вот этих так называемых экологов. Эксплуатация Кашенского рудника, который они называют Демерли, и который с некоторых пор передан, значит, в, по сути дела, в концессию, вот некая международная компания, которой, в том числе армянское расследовательское издание Хетк, производило достаточно серьезные, так сказать, разыскания. Это серьезные вопросы. Они не решаются. Азербайджанские требования довольно скользкие. То они требуют эти рудники, то говорят о Зангизурском коридоре. Теперь непонятно, куда они ссылаются. Я думаю, что это комплекс требований, комплекс требований, который, безусловно, продиктован той новой ролью Азербайджана, который он, значит, пытается воспользоваться в том числе и в взаимоотношениях не только с Арменией, Нагорным Карабахом. Ну, вот я отлично. Прошли к выводу, что надо остановить Баку. Мы как раз пришли к выводу, что надо любым способом остановить Баку. Я думаю, что здесь... То есть аппетит Баку было бы правильное сказать. Ну, я думаю, что в том переговорном формате, который ведут сейчас армянские власти, ведут же же армяно-азербайджанские переговоры, да? Да, ведутся переговоры. В том числе и по другим направлениям переговоры ведутся. Ну, если армянская сторона может... Андрей, ты имеешь в виду, что обменивается Баку и Ереван предложениями разными? Конечно, 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 конечно. В то время как идет, так или иначе, значит, процесс подписания, подготовки к подписанию мирного договора, ну, сложно было бы представить, значит, Россию в качестве, так сказать, фактора, препятствующего подобного рода переговорам, будь они даже не на российской площадке. Вы же прекрасно знаете, что в ноябре, в ноябре, значит, прошлого года, Ильхам Алиев прямо рассказал об этом в своем новогоднем интервью. В ноябре прошлого года, в начале ноября планировалось и шла подготовка встреч в Тбилиси, в решении лидеров Армении и Азербайджана. Они же туда собирались не просто так в кофе попить и нарды поиграть, правильно? Потом под влиянием каких-то внешних факторов это встреча от Азербайджана. То есть посредничество Тбилиси это уже другой, это новый формат? Посредничество Тбилиси это один из форматов, который достаточно серьезно обсуждался. В Армении это прекрасно знают. Лучше, я думаю, даже, чем мы в Москве. Тогда если ведутся переговоры, это двухсторонные переговоры или все-таки есть модератор? Насколько мы знаем по открытой информации, были встречи в Брюсселе, в Брюссельский переговорный трек. Там были свои модераторы, мы все их видели. Был переговорный трек в Вашингтонске, где был модератором, если я не ошибаюсь, господин Салливан, нынешний советник по национальной безопасности. И по результатам этого переговорного трека появилась вот та самая бумага, если вы помните, 27 сентября в одном из российских телеграм-каналов, которая произвела серьезное, так сказать, возбуждение и бурление в экспертной связи. Была и сочинская встреча. Мы прекрасно понимаем, что геополитические противоречия, те, которые наблюдаются между Москвой и коллективным Западом, они так или иначе сказываются, конечно, на ходе этих переговоров. Но я думаю, что не в меньшей степени на них сказываются и внутренние процессы в Армении и в Азербайджане. И отсутствие, скажем так, консолидированного мнения на предмет соглашаться или не соглашаться с теми или иными условиями, которые появляются на повестке дня. Другое дело, что в значительной степени этот процесс от нас закрыт. Это закрытые встречи и неформальные встречи. И экспертное сообщество может судить об этом зачастую только по каким-то отрывкам, утечкам, возможно, сознательной дезинформации. Это все делает картину такую, размывает ее, делает мутной и, скажем так, неопределенной. Но это неотъемлемая черта нашего времени. Хорошо. Но несмотря на это, переговоры ведутся, по-вашему. Я думаю, что переговоры ведутся, конечно. Хорошо. Спасибо, Андрей. Спасибо вам.